Одно из крупнейших судов мира Коста-Виктория пришвартовалось сегодня у морского причала Владивостока. Это первый визит крупных круизных лайнеров в этом году в Приморскую столицу. Размеры Коста-Виктории впечатляют. Если со стороны посмотреть на этот лайнер, то можно подумать, что здесь вырос новый многоэтажный дом. А вообще масштабы здесь сравнимы с уже знакомой владивостокцем бриллиантовой принцессой. Длина Коста-Виктории 253 метра, ширина 32,5 метра, водоизмещение 75 тонн, 14 палуб, более 2000 пассажиров, которых обслуживают 790 членов экипажа. Ну и, конечно, на борту все для отдыха на высшем уровне. Рестораны, казино, танцполы, фитнес-залы, спа-салон, бассейн, библиотека. На этот раз судно подошло к Владивостоку не рано утром, как это бывает обычно, а в час дня. Здесь оно простоит до 11 вечера, а на берегу туристов ожидает насыщенная программа. Я очень хочу посмотреть балет, посмотреть на море, насладиться хорошей погодой и вкусной едой. И еще вас очень красиво одевается. Мне очень интересно увидеть все здесь. Я очень рад, что попал во Владивосток. Иностранных туристов встречают творческие коллективы. На нижней площадке морвокзала, где как раз туристы сходят на берег, работает ярмарка национальных товаров. Здесь можно не только купить шапку-ушанку или матрешку, но даже научиться готовить национальные угощения. Они могут подойти, сделать пряник печатный собственными руками, попробовать именно в настоящую печать пряничную, выложить его и испечь потом. Могут сделать пряник катаный, как печенюшечка ровная. Могут потом его расписать, свой пряник, который они выпекли. В целом праздник получился не только для туристов, но и для жителей Владивостока. Погода позволила организовать здесь работу нескольких интересных фотозон. К тому же каждый приход лайнера в наш портовый город – это прекрасная возможность для горожан потренироваться в знании иностранных языков. На самом деле я шла по делам, по работе, но увидела такой здоровый корабль и пришла посмотреть, очень интересно. Это событие для Владивостока, и поэтому, по-моему, все, кто свободен, могли бы прийти и поучаствовать. Давно хотел сходить. Вот с ребенком сегодня, с младшей дочерью, приехал и посмотреть. Я увидел, что он большой и толпа людей. Что же касается самих пассажиров лайнера, каждому выдали маршрутные листы с основными достопримечательностями Владивостока. А те, кто город захотел узнать получше, заранее заказал подробную экскурсию. Ну и какой же морской город без веселых моряков? А здесь такие имеются. И с ними можно даже сфотографироваться. Вуаля! Коста Виктория прибыла в Владивосток из южнокорейского города Сокчхо. Отсюда лайнер отправится в Японию, посетит порты Канадзава и Сакаиминато. Закончится тур в Южной Корее. К слову, в этом году приход Коста Виктория во Владивосток ожидается трижды. Лайнер посетит наш город еще 7 и 30 мая. Всего в этом году владивостокцы встретят 6 круизных лайнеров. Однако количество заходов в этом году станет рекордным 13 раз. Правда, любимую всем принцессу владивостокцы в этом году не увидят. Инна Щедрова, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.